Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодили. Друзья, сегодня будет трэшовый выпуск. Я сегодня люблю техно. Знаете, впервые за долгие месяцы я хочу рассказать вам мнение нашей команды на происходящее в мире крипты и не только. Ну что, поехали! Заявка на ETF отозвана. В опубликованном сообщении от 23 января заместитель секретаря комиссии по ценным бумагам и биржам США Эдуарда Алиман написал, что 22 января биржа CBOE BizX отменила свое предложение по изменению существующих правил, которое позволило бы включать акции биткоин-траста OneX SolidX в список котировок. Как считает адвокат Джейк Червинский, биржа, скорее всего, ожидала отказа и не хотела, чтобы еще одно отрицательное решение СЭК послужило плохим прецедентом на будущее. Кроме этого, некоторые юристы уже имеют правдоподобную теорию, объясняющую случившееся. Сейчас длится приостановка работы правительства США, которое стало результатом разногласий между администрацией президента Дональда Трампа и Конгрессом. На время приостановки СЭК не работает, что в конечном итоге привело бы к автоматической отмене ETF. Ведь сейчас никто в комиссии не может совершать свои обязанности. Посему биток и рынок альтов в целом, видимо, поэтому вновь прогуляются еще ниже. Crypto Exchange Rank составили свой рейтинг криптобирж. Наши друзья из Crypto Exchange Rank опубликовали свежий ресерч-криптобирж, вновь наделав шороху и приоткрыв мировое закулисье всех фабрик по стрижке хомяков. Особо хочу отметить ребят из биржи Битлиш, которые неожиданно для многих возглавили рейтинг в двух из трех номинациях. Мистер Фриман продает гражданство Один из любимых супергероев нашей редакции, мистер Фриман, представил подробное описание того, как устроен паспорт Метаполиса Фриленд. Все уровни защиты, описание материалов, описание идеологии паспорта Фриленда. Об этом на своей странице в Facebook объявил создатель и автор идеи мистер Фриман Павел Мунтян. Кстати, кроме голоса и сценариста мистера Фримена Вадима Дымчога, паспорт также получил с сео Киви Сергей Солинин. Дуров в Давосе С 22 по 25 января 2019 года в городе Давос, Швейцария, проходил наиболее популярный и важный трехдневный экономический форум. Наше внимание привлекла информация, согласно которой именно в Давосе основатель самой популярной на территории СНГ социальной сети ВКонтакте и анонимного мессенджера Телеграм Павел Дуров вместе со своим братом представит избранному кругу мировых лидеров свой новый проект Телеграм Open Network и его внутреннюю цифровую валюту Грам. Как известно, правительству РФ очень не нравится грядущий криптофинансовый проект Телеграм, ведь он может создать серьезную конкуренцию существующей системе денежных переводов Сбербанка. Более того, в СМИ несколько раз упоминалось, что Сбербанк планирует повысить комиссию за переводы между картами, а также усилить контроль за уклонение от уплаты налогов. Ожидается, что проект Дурова будет одним из главных конкурентов блокчейн-платформы Эфириум, а его токены Грам будут торговаться на бирже во втором квартале 2019 года. Ереван и Харьков – две IT-столицы нашего региона. Мы рассказывали вам о новых региональных метапах биржи OKX, которые наша команда проведет для вас в конце февраля. 22 числа в Ереване – Coworking Democracy и 27 февраля в Харькове – пространство «Фабрика». Согласно результатам исследования Харьков IT Research, в Харькове трудится порядка 25 тысяч специалистов в области информационных технологий, трудоустроенных в более чем 450 активно развивающихся IT-компаний. Таким образом, по количеству IT-специалистов Харьков с большим отрывом обходит остальные крупные IT-локации Украины, уступая лишь киевскому хабу. 14% работников IT-сектора страны работают в Харькове, что в два раза больше, чем в Днепре, и в три раза больше, чем в Одессе. С другой стороны, по версии британского портала Enterprise Times, Ереван входит в десятку городов, где существуют хорошие условия для карьеры в сфере информационных технологий. Исследования показывают, что к 2025 году спрос на специалистов по программированию в Армении возрастет в три раза, дойдя до 30 тысяч. Кстати, желающие стать спикером и презентовать свой проект? Для вас в описании выпуска мы оставим контакты регионального комьюнити-менеджера биржи OKX, а также форму для регистрации всех желающих посетить Митап. Итак, друзья, официальная часть на этом закончена, усаживайтесь поудобнее, и сейчас я расскажу вам свой взгляд на происходящее в крипторынке. Как вы успели заметить, в этом году я каждый выпуск напоминаю вам о халвинге биткоина, который мы ожидаем в мае 2020. В принципе, это главное, что вы должны знать, осознать, выучить и вызубрить, как молитву отчина. Второе. Рынок криптовалют невозможно воспринимать без отрыва от глобальной экономики. Точнее, глобальной экономики. Всем этим корпорациям, госсектору, чиновникам, этому большому брату налоговой, от которой даже дедушка Макафи сбежал на этой неделе. Запомните, для всей этой системы мы с вами, но если не враги, то точно стоим поперек горла. И вот, как сказал Саша Иванов, комментируя ситуацию в Венесуэле. Думаю, что экономическая ситуация Венесуэлы, криптовалюта, не помощник. И здесь нужно, наверное, решать какие-то более глобальные экономические проблемы. Мне кажется, что эксперимент не удастся. Судьба Петра будет достаточно печальна. Она перестанет функционировать в том виде, в котором она сейчас функционирует, либо вообще исчезнет. Именно поэтому и паспорта мистера Фримена, и телеграм Паши Дурова, и даже все ICO и децентрализованные биржи – это наш новый мир, который мы с вами строим. Строим каждый по-своему, как умеем. Но главное – не останавливаемся. Кстати, на днях я прочитала мнение Юрия Новикова, что слияние с теневой экономикой дает потенциал роста капитализации криптоэкономики примерно в 200 раз в течение нескольких лет. Смотрите, сегодня капитализация криптоэкономики всего около 100 миллиардов долларов, при том, что объем мировой теневой экономики – около 20 триллионов. При переходе теневой экономики в крипту мы получим этот самый рост до 200 раз. Вот и вся арифметика. Еще выше этот потенциал увеличат страны-изгои, типа Венесуэлы или Северной Кореи, которым нужно обходить финансовые санкции, если, конечно, им хватит ума не выпускать собственные централизованные гос-щиткоины, а использовать нормальные децентрализованные криптовалюты. Ну и последнее. Наша команда берет на себя миссию санитара леса. Мы будем отделять для вас зерна от плевел. И чего греха таить? Будем иногда по локоть копаться в криптодерьме, чтобы отыскать для вас мои любимые дрочеры и диванные эксперты – те бриллианты, которые после халвинга подарят каждому из нас, но если не ламбу, то розового единорога как минимум. Друзья, в прошлом году мы сделали для вас более 200 обзоров ICO. Круто? По-моему, круто. Не благодарите. Лучше пишите в комментариях, кто сколько на каком ICO по нашей рекомендации поднял. Ну или не поднял. Вот смотрите. Тот же NEM в мае 2017 года мы с вами закупили ниже одного цента. И чтобы вы там не говорили, подняли мы на нем за это время, по-моему, неплохо. Не правда ли? Ну так вот, в этом году мы выбрали 200 лучших проектов из 2000 криптовалют, представленных на CoinMarket.com. И теперь аж до халвинга битка каждую неделю мы будем знакомить вас с теми монетками, которые были отобраны нашей редакцией и за которыми мы с тобой будем активно следить. Мы будем делать обзоры и интервью с основателями проектов, обсуждать их в нашем телеграм-чате, где соберем всех свидетелей халвинга. В партнерстве с ребятами из OKIX мы взяли курс на проведение региональных митапов. В феврале Ереван и Харьков, весной Белиси, Днепр, Ташкент и Астана. Мы считаем, что это поможет вырастить настоящую децентрализацию в крипто-тусовке. И если ты хочешь видеть нас в своем городе, то пиши в комментариях, приглашай, наливай, угощай, и мы обязательно приедем к тебе. Блин, чуть не забыла. Я надеюсь, мой друг, ты спекинешь. Потому что многие хорошие крипто-проекты не имеют русского благословения и не имеют русского менеджера. Но мы помогли этому проекту и делали очень интересные интервью в нашем канале. Ты понимаешь меня? Скажите мне сейчас, да или нет. Эй, ступид, ты не мусори. Да, привет. Понимаешь? На этом у меня все. Я желаю всем хороших выходных. И не пропустите на следующей неделе интервью с проектом Decret. Кстати, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас. Регистрируйтесь на OKEX Meetup в Ереване и Харькове. И я жду всех у меня в Instagram. С вами была Миша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok